6 недель, Москва, Воронеж, Ростов, Владикавказ, сотни поселений и я на месте. Хайджек, меня зовут Стас Вулканов, я рад вас приветствовать на канале. Итак, я в Грузии. Первое, что меня встретило, безумные горные пейзажи, от которых щемило сердце. И не менее безумные дороги с обрывом в бездну. А еще мусорки, повсюду, большие контейнеры, как в черте города, так и вдали от цивилизации. И это здорово, в России их точно не хватает. Дальнобойщик, который слушал Буланову, довез до Степан Сминды. Там я нашел халявный вайфай у кафешки и провел стрим. Все так спонтанно, короче... Ой, смотри себе песик. Песик. Песик, скажи привет чатику. Прости, бро, но у меня нифига нету. У меня были бананы, но я их съел. А так, я почти такой же, как и ты, только не рыжий. А теперь смотри, горы, горы, не вдалеке, а прямо, прямо вот они. Ночевал с живописнейшим видом на город горы и звезды. Лучшая награда за все трудности. На Грузии у меня был определенный план. Я собирался съездить на восток, в Сигнахи, а затем на запад через всю страну на побережье Черного моря, в теплый Батуми. Любуюсь попутно пейзажами и достопримечательностями. Буквально еще вчера утром я изнывал от жары. Было плюс 35 градусов в Алде-Кавказе на подходе к границе. Сегодня по Грузии 18+. И это холодно. Я в двух байках, майке. Вот, непривычно. Ночевалось, в принципе, неплохо. Единственная проблема была сильная влажность. Был сильный конденсат. Короче, все было мокрое. Тент весь мокрый. Спальник мокрый. Но, короче, утром начался сильный ветер. И все это, короче, выветрилось. И высохло. Такие дела. Первое место, которое я посетил, крепость Ананури. Находится в 70 километрах от Тбилиси. На месте слияния двух рек. Символичное место для меня и моего путешествия. Когда я впервые увидел эту фотку в интернете, я решил отправиться в путь. После Ананури за мной увязался пес. Смешной такой. С собой его взять я, конечно же, не мог. Он шел за мной по пятам, пока меня не подобрал дядька на белом форде. В тот же день я оказался в Тбилиси. Меня подвез пожилой мужчина с густым басистым голосом. Его звали Гия. Он выслышал историю о моих скитаниях и предложил остановиться у него на пару дней. По-человечески поспать в кровати и принять душ. Это было невероятно щедро с моей точки зрения. Я много слышал и читал о доброте грузинской души и вот столкнулся с ней лицом к лицу. Наблюдая за людьми, я заметил, что грузины любят хвалиться и любят, когда их хвалят. Безусловно, это приятно всем, но для грузины это какой-то краеугольный камень. Каждый раз, когда в разговоре я искренне восхищался Грузией, люди пытались соответствовать моим словам и были максимально щедрыми, добрыми, гостеприимными. К примеру, я хвалю природу, горы, менталитет, а грузин воспринимает похвалу на свой счет. Так что это легкий способ заводить знакомство в Грузии. В гостях у Гия я вкусил настоящего грузинского вина. Застолье кончилось поздно ночью. Утром сильно хотелось пить. Весь следующий день я бродил по Тбилиси и любовался его красотами. Погуляв по главным улицам и достопримечательностям, я начал понимать причины, по которым многие стремятся жить в Тбилиси. За последние несколько лет город стал популярным местом среди туристов всего мира. Прогуливаясь по центральному проспекту Руставели, можно встретить людей различной национальности и расовой принадлежности. Находясь здесь, ты действительно ощущаешь себя частью не просто какой-то страны, а частью многих стран одновременно. Я гулял по площади свободы и слышал речь на различных языках. Китайский, английский, индийский, французский. И все это многообразие иностранных слов создавало иллюзию нахождения не в стране бывшего СССР, а где-то очень далеко. На Бали, к примеру, или во Франции. Хер его знает, не был ни там, ни там. Это необычное ощущение. А еще тут отличный интернет, дешевое жилье, качественные продукты, эталонное вино, горы и море в трех часах езды. На следующее утро я попрощался с добрейшим Гия и двинулся на восток. В Грузии нельзя соскучиться. Каждый день это новая история для рассказа, новые знакомства, новые впечатления. Однажды по дороге из Сигнахи я зашел в магазин, который с виду напоминал универмаг, и подразумевал наличие терминала для оплаты картой. Однако в кассе карта не прошла. Так я остался без еды. Продолжил свой путь, отошел от магазина 200 метров, и тут останавливается пара пожилых людей. На такой же пожилой победе. Они были в том самом магазине и видели мою неудачную попытку купить поесть. По доброте душевной они угостили меня едой, вручили несколько ларе, чтобы по дороге я смог купить хлеб в пекарнях, и подвезли. Это беспричинная доброта меня просто растрогала. Долгих лет жизни тем людям. Подобных встреч было очень много. Обо всех не расскажешь. Уши устанут слушать. Сигнахи. Небольшой городок на востоке Грузии. В советское время носил статус сельского поселения. В 2000-х здесь открыли круглосуточный ЗАГС, обновили центральные улицы, запустили романтичную легенду и превратили населенный пункт в город любви. Подняться к нему по жреб было настоящим испытанием. Жара невыносимая. Осталось что-то около двух километров до Сигнахи. Крепимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полазал по крепостным стенам, пофоткал и провел стрим. Возьму чей-нибудь номер и дам ей. Дам ей номер. Так, а как люди там? Доброжелательные? Да, очень доброжелательные. Все общительные, любят поговорить, пообщаться. Привет. Передавай привет. Ночевал с видом на Алозаннскую долину. На обратной дороге к Тбилиси я зашел в придорожную пекарню. Коих множество в Грузии. Так, находимся в самом интересном месте, где готовят хлеб грузинский, называется Шоти. Попросил ребят в пекарне разрешение заснять рабочий процесс. Они радушно согласились и не взяли денег за хлеб, который я купил. Ну как их не любить? Шоти. Хотя я хотел купить его, у меня были деньги. Вот. Ребята сказали, но денег в подарок. Спасибо, спасибо грузинам. Один из жирных плюсов, который я прочувствовал в Грузии, это вода. Горная вода без регистрации и смс. Повсюду, в свободном доступе, эталонного качества. В этом трипе я в среднем выпивал по 3 литра в день и в жаркую погоду все равно хотелось пить. В России обычно я брал воду на заправках. Не брезговал так называемой технической водой. Идея так себе, но таков путь. Таков путь. Зато в прекрасной Грузии из-под крана можно набрать минералку. И это не шутка. На военно-грузинской дороге есть источник. Ну и всемирно известная Боржоми, конечно же. Но до нее еще доберемся. Таким образом, сделав петлю, я вернулся в Тбилиси. Исследовательская экспедиция в восточную часть страны успешно завершилась. О приключениях по западной стороне я расскажу в следующем видео. Так что последний ролик о грузинских скитаниях выйдет следующее воскресенье. А сейчас влипи грузинский лайк. Подпишись на канал, если еще не подписан. Те, кто досмотрел ролик до конца, ставьте скол в комментариях. Героев нужно знать в лицо. Скол! Субтитры сделал DimaTorzok